В Заринском районе, в Селеново-Моножкино, школа большая даже по городским меркам. Два этажа, просторный спортзал, игровая комната. Не хватает только педагога математики и учителя начальных классов. Здесь надеются, что благодаря программе «Земский учитель» он появится. Нам нужен учитель яркий, новичный. Как-нибудь нам его нужно прислать. А это Заринский лицей Бригантина. Один из немногих, где есть своя учебная мастерская. И пусть оборудование и станки не новые, но все в рабочем состоянии. Кстати, в рамках программы «Земский учитель» к началу учебного года, здесь еще в двух среднеобщеобразовательных школах Заринска, номер 2 и номер 4, есть вакансии учителя иностранного языка. И, кажется, претендент уже найден. Владислав Алексиенко заканчивает педуниверситет в этом году. В принципе, я готов предложить школам Заринска себя как высококвалифицированного специалиста будущего. Для молодых участников, выпускников учебных заведений, меры социальной поддержки заманчивые. 80 педагогов, которые будут работать в школах, где учатся до 200 человек, ждет выплата. 170 и 250 тысяч рублей. А также единовременные пособия от 10 до 100 тысяч. Предоставляется компенсация аренды жилья в 32 населенных пунктах. Думаю, что земские учителя, которые приедут в наши муниципалитеты, в районы, в селы, в малые города, конечно, ощутят не только полученный миллион благодаря тому, что участвовали в «Земской учителе», но и серьезную поддержку со стороны муниципалитетов, а главное – педагогических коллективов, в которые они вольются. Документы на участие в программе «Земский учитель» подали уже 168 человек. Из них выберут 44 победителя. Заявки принимают до 15 апреля. А уже к середине мая станут известны имена учителей-миллионеров. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.